Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Всем привет, меня зовут Александра, и в эфире снова наша рубрика «Сильные женщины». Сегодня мы решили слегка пошалить и придумали такую тему для обсуждения «Идеальный мужчина». И хотим поговорить с нашими сильными женщинами о том, что вообще такое идеал мужчины. Сегодня со мной в нашей виртуальной студии, как обычно, Юля, Лёля, Таня и наша новая участница, новая сильная женщина Женя, вновь примкнувшая. Но я начну с коротенького анекдота, мой любимый анекдот, что идеальный мужчина не пьет, не курит, не изменяет и не существует. И я хотела бы узнать у наших сильных женщин, придерживаются ли они такого же мнения или считают как-то по-другому. Давайте, как обычно, начнем с Юлии. Юля, добрый вечер. Привет, привет. Юля, скажи, пожалуйста, считаешь ли ты так же, как и я, что «Идеальный мужчина» – это скорее сказочный персонаж? А то. Это тот персонаж, который мы рисуем в своей голове, в своей душе, который мы вынашиваем. Причем, если ребенка мы носим под сердцем 9 месяцев, то этот персонаж проносится сплошь годы с нами, всю нашу жизнь. Спасибо. Таня, твое мнение, привет. 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 Я думала по поводу, как я уже говорила, когда ты заявила эту тему, два дня прошло с того момента, и два дня я думала по поводу, кто же он «Идеальный мужчина». И решила сказать вот что, что я не хочу описывать своего «Идеального мужчину», потому что это как идеальные модели на обложках журнал «Мод», да, а другим женщинам становится немножко обидно, что они не соответствуют. Поэтому я не хочу обижать наших мужчин. Для каждой женщины есть свои черты и качества, которые она хотела бы видеть в мужчине, но нет «Идеального мужчины» для каждой. Для каждой есть, может быть, подходящий мужчина, и я не хочу обижать наших мужчин, я их люблю, они все хорошие. Для каждого свой, это так. Но тут вопрос такой, вот твое мнение, существует ли вообще вот какой-то собирательный образ «Идеального мужчины» или это, ну вот как единороги, да? То есть вот я, например, больше верю в единорогов, чем в «Идеального мужчину», а твое мнение? Для меня не существует образа «Идеального мужчины», потому что я не хочу называть, например, какие-то черты, не пьет, не курит и там еще что-то, а потом мужчины будут нас слушать, и у каждого, у кого нету какой-то там черты идеальности, потом появится маленький комплекс внутри, а зачем это надо? Я предпочитаю мужчин хвалить, чем критиковать или назвать те качества, которых у них нету. Тогда давайте мы с самого начала программы, пока еще не развернули разговор, сразу же скажем, мы все очень любим наших мужчин, всех целиком и полностью, всех считаем их идеалами. Скорее у нас подкаст сегодня такой, несколько шуточный. Спасибо, Танюша. Лёля, добрый вечер. Добрый вечер. Твое мнение? Моё мнение таково, идеального мужчину нужно себе воспитать, причем несмотря в каком возрасте ты его получаешь, в его возрасте, можно для себя, под себя воспитать для себя идеалов, это вот чисто моё мнение. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила? Нет, не из того, что было, а то, что захотелось. Понятно. То есть из твоих представлений об идеале. Жень, привет. Привет. Как ты считаешь, идеальный мужчина – это сказка или был? Наверное, я соглашусь с мнением первой нашей участницы Юлии, что действительно это тот персонаж, который мы себе вырисовываем, и, наверное, ищем его годами, может быть, так, чтобы подходил. И для меня, скорее всего, идеальный мужчина – это тот, кто никогда не обидит свою женщину и сделает всё, чтобы его женщина действительно была счастливой. Ну, очень даже хорошо. То есть идеал, по сути, уже прорисовывается. Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть понятно, что у каждой из нас есть свой какой-то идеал. Юля, скажи, пожалуйста, был ли в твоей жизни мужчина хоть немножечко близкий к идеалу? Да, алло. И, соответственно, сразу же второй вопрос. Насколько с ним было скучно? Ну, насчёт идеала. Коммерический такой хохот. Знаете, всё время что-то не совпадает. Если внешность идеальная, ну, у нас же у всех разные вкусы, особенно когда мы юны, наивны, нам хочется, чтобы рядом с нами был красавчик, чтобы наши подружки и приятельницы оглядывались и говорили, где она взяла такого. Вот. Но когда этот красавчик обычно начинает говорить, то лучше бы он молчал. Вот. Как правило, так. Так. И наоборот, балагур, умнейший, острый на язык, там, я не знаю, остроумный, да, вот, много знающий, много читающий, много видел, там и так далее. Как правило, внешность оставляет желать лучшего. И всё-таки вопрос у меня был другой. Был ли в твоей жизни мужчина близкий к идеалу? Ну, скажем так, их было несколько, они все были близки, но все не дотянули. Я их не обижала, я им об этом не говорила. Ты говоришь об этом нам сейчас. Очень надеемся, что твои мужчины тебя сейчас не услышат. Я сама на это надеюсь. Скажи, пожалуйста, Лёль, у тебя в твоей жизни, как насчёт идеала? Ну, вот, как Юля только что сказала, да, когда юны, мы смотрим на внешность и так далее. К моему удивлению, у меня в моей жизни совпадало несколько раз, но у меня другая ситуация. У меня почему-то получалось всегда так, я, если я, приходя в дом этого парня, знакомився с его родителями, понимала, что у него прекрасные родители, я тут же понимала, что пора посылать его куда подальше. Потому что если родители прекрасные, то оно не совсем прекрасное. Или у меня, наоборот, было. Если я не понимала, вообще никакого контакта не было с его родителями, то отношения получались вот прям чуть ли не идеальными. Лёль, мудра не по годам. Таня, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что, ну, с возрастом немножечко действительно нивелируется понятие идеала, скажи, пожалуйста, с какими недостатками ты согласна мириться у мужчины? Ну, я сейчас хотела бы согласиться с мыслью, которую предыдущая участница уже высказала, что всё-таки, наверное, идеальный мужчина – это тот, который делает женщину счастливой. Так вот, когда женщина счастлива рядом с этим мужчиной, то можно смириться со всеми недостатками, которые у него есть, если он делает женщину счастливой. Хорошо, замечательно. Женя, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, почему мужчины вредничают? Вот такой вот маленький скос. Наверное, потому что они всё-таки в душе ещё дети. Они взрослеют, строят карьеру, как-то зарабатывают деньги, создают семьи. Меняются, наверное, в их жизни только игрушки. О, ну это вообще интересная тема, да? То есть мужчины, как говорится, что до сорока лет считаются ребёнком. После сорока они, наверное, тоже продолжают играть в какие-то игрушки. Я так думаю, что да. Ну хорошо, но опять-таки всё-таки вопрос был, почему они вредничают? Потому что дети? Ну, всё-таки в душе, наверное, они вроде бы становятся взрослее, мужественнее, но в душе всё равно всё-таки что-то детское такое есть у них. И хочется как-то показаться, что режутся зубки такие. Вырось бы все эти зубки. Скажите, девчонки, а вам вот не кажется, что мужчины всё-таки подсознательно тоже ищут какой-то идеал женщины и найти не могут? Знаешь, насчёт вот идеала женщины. Я всё-таки за свой немалый опыт поняла одно. Что женщина, что мужчина подсознательно ищут два варианта. Если женщина ищет себе как бы идеального мужчину, как мы говорим, есть подсознательно два выборочного пункта. Или она ищет того, который абсолютно похож на её отца. Или если отношения с отцом были не так хороши, то она ищет полную противоположность своему отцу. И то же самое у мужчин. Мне кажется, что мужчина ищет подсознательно или ту, которая похожа на его мать, или абсолютно противоположность. Смотря какие отношения у матери и сына были до отношений его с женщиной. А если мужчина-сирота? Ну, не дай боги, конечно. Подсознание всё равно как-то срабатывает. Значит, та, которая дала ему ощущение материнства какое-то. Всё равно хоть кто-то в жизни и находится, который там или бабушка, или прабабушка, или там воспитательница, если не дай бог детдомовский. То есть всё равно есть какой-то пункт в твоём детстве, когда ты встречаешь человека, дающий тебе приятные ощущения для себя. Вот скорее тогда, так как вот чисто на мне, на моём примере, так как у меня были идеальные отношения с отцом, я, наверное, всё-таки подсознательно искала себе мужчину, который похож на моего отца. И так и нашла. Я замечаю в моём муже очень много совпадений с характером и поведением моего отца. А потом начала его перевоспитывать под свой собственный идеал. В том-то и дело, что сильно перевоспитывать не пришлось, потому что в подсознании у меня мой идеал – это именно мой отец. Это вот о чём я и говорю. Во многом играет наше подсознание. Поняла. Юль, вопрос к тебе такой же, как я только что задавала. Почему мужчины вредничают? Ты у нас просто самая опытная. Вот твоё мнение. Честно говоря, я не помню, почему они сначала вредничают, почему потом вредничают. Ой. Ну, давайте так. Мы их сами рожаем, сами воспитываем. Они вредничают с самого начала. Начиная с того, что… Вот Женя права. У них меняются только игрушки. Мы их, сыночков наших, как бы всё им прощаем. Значит, чуть ли не ложку серебряную в рот суём всё время. соломку стелим им. А потом удивляемся, чего из него-то мужик нормально не получился. А с девочками разве не так? С девочками никто серебряной ложки в рот не сует? Ты знаешь, не так. Потому что у меня есть и дочь, и сын. И девочка моя очень самостоятельная. Я не помню, когда учила её готовить. Я не помню, когда учила её, ну, простым бытовым вещам. С сыном я воюю по сей день. Ну, про крышку унитаза это уже было. Я молчу. Вот. Про посуду неправильно помытую уже который год за собой, не за кем-то. Я молчу. Это мелочи. Они накапливаются. И вот это несётся во взрослую жизнь. И у меня сейчас ответственность за то, что он для кого-то будет неидеальным. Вот я о чём подумала. Но учили бы закрывать крышку для унитаза. Да, да, да. Девочки, если кто-то потом будет встречаться с моим сыном, заранее извиняюсь, если чего-то недовоспитала. Вот. Ну, очень надеюсь, на машинку, которая помоет. Это не важно. Я же говорю не о машинке. Я говорю о том, что... Самое удивительное, что вот только что, например, Лёля сказала, что вот если она приходила к парню, увидела идеальных выразителей, она бежала оттуда со всех ног, потому что... Что надо трапать. Так вот, по ходу, да, по ходу, девушка, если будет такая же мудрая, как Лёля, зайдя к тебе в дом и услышав твои рассуждения, дарпанёт со всех ног. То есть для того, чтобы твоего сына воспринимали, тебе нужно быть бякой. Получается, тогда так. Ну, не могу я быть бякой. Я за нас, за девочек. Хорошо, мы перешли от идеала мужчины к матери бяки. Вообще, мне нравится этот переход. Подождите, подождите, но мы же сильные женщины. Мы же сами так назвались. Вот. И поэтому я же говорю, в этом контексте надо беречь наших мужчин, чтобы они, ну, хоть когда-нибудь... Со всей силы. Да-да-да. Чтобы хоть чуть-чуть были, временами подходили к идеалу. Ну, чуть-чуть. Хорошо, девочки, предлагаю вам немножко пофантазировать. Таня, давай начнем с тебя. У меня такой вопрос. Под какой сказочный персонаж либо какой-либо персонаж из фильма ты могла бы подсунуть своего мужчину? Хоть надо подумать. Дай мне рекламную паузу. Хорошо, тебе рекламная пауза. Давай тогда к Лёле. Лёля. Вы меня сейчас под монастырь подводите. Твой мужчина будет слушать наш подкаст. Мой мужчина таки слушает наш подкаст. Заранее извинись. Заранее извинится, он сейчас рядом, в принципе, сидит, поэтому мои высказывания-то он слышит. Но, наверное, у меня все-таки, так как это и есть любимая моя сказка, то в моем, ну, получается, как бы в моей ситуации, то это красавица и чудовище. Сори, а на кого твой муж? С какой стороны твой муж? Я тоже хотела это спросить. Ну, и с красавицей-то точно получается, ибо она женского рода. Слушайте, ну чудовище из сказки, подождите, так он же идеальный мужчин. Абсолютно. По сути, по сути-то своей. Да, это прекрасный персонаж, потому что он выглядел, ну, будучи чудовищем, смог завоевать, как бы, сердце красавицы, а потом стал сам красотудом. Вот, поэтому вполне... Потрясающе. У меня... Потрясающе. Да, у моего мужчинка как бы не стал сильно ничего завоевывать. Просто пришел, увидел, победил, остался. Все. Прекрасно. Так он что? Пока что он уже, как ты говоришь, красотун? Или он еще на стадии могучего, но доброго зверя? Превращается из куколки в бабочку. Девочки, простите. У нас скорее получается вариант того, что... Туда-сюда прыгает. Да, он вот между этими двумя персонажами как-то прыгает туда-обратно. Смотря, как и когда удобно. Смотря, как чувствует себя же. Даня, тебе еще нужно время. Но при этом все, я всегда себя чувствую красавицей. В любой ситуации. Это очень важно. Таня? Да, я хотела сказать, что как раз-таки фильм «Красавица и чудовище» это про то, что за внешностью некрасивый, да, или не нужно смотреть на внешность, посыл истории таков, что не нужно смотреть на внешность, потому что за уродливой внешностью может прекрасный человек скрываться, да, потому что чудовище, он же был начитанный, прекрасно воспитанный и с действительно добрым сердцем на самом деле. И, в принципе, об этом только что... Ой, не поверишь, не поверишь, это вот моя печальная тема для разговоров с некоторыми моими знакомыми, которым я постоянно пытаюсь объяснить, что да не смотрите вы на внешность, не смотрите, смотрите на поведенческие моменты, не слышат, не верят, все ждут, что вот действительно вот принт, я сказала другим знакомым, а не участвующим в нашем подкасте, Лёля. Нет, нет, я не об этом, я в смысле того, что все-таки на внешность нужно смотреть, если он не бритый, не бритый, вонючий и так далее, то извините. Фу-фу-фу, да? Можно побрить, отмыть, но что вы. Так еще, значит, тратить мало того, что его воспитывать под себя, чтобы он был для тебя идеал, так еще и тратить свое время, силы и так далее, его отмывать, стирать, мыть, бритый и так далее. Я тебя умоляю, на 23 февраля подарить бритву и шампунь, господи. Вопрос женского одиночества. Есть такой анекдот, когда русская вышла из, ну, допустим, магазина, из одного и того же, вот они выходят почему-то в анекдотах, да, он выходит, а вот пьяница валяется в луже своей, да, она фу, гадость какая, напился, пинчук, да фу, переступила, пошла, выходит там англичанка, американка, никто, ой, помогите, пожалуйста, мужчине, хелп, хелп, вызовите скорую помощь, там, службу спасения, но все-таки ушла. Выходит француженка, повертела двумя пальчиками, нагнулась, посмотрела, мужчинка, ничейный, такси, вот где-то там. Понятно, я думала, я думала, что как раз выйдет русская женщина, отмоет, борщом накормит, и заставит полочки прибить. Я тебе, я говорю, не слушай, кто и как. Вы, конечно, простите, вы сейчас сказали, но если, вот с полочек, вот сейчас Саша сказала, у меня просто флешбек такой, у нас таки началось все с полочек, потому что когда я оставила, я когда оставила первый раз своего мужчину в своем доме, ну, в смысле, без того, чтобы на него, ну, как бы рядом с ним быть, да, постоянно ушла там куда-то в магазин, пришла назад, и у меня уже были подкручены все дверки на кухне, которые скрипели, да, там еще что-то. Леля, не смей называть своего мужчину чудовищем, не смей. У меня прямо сейчас боль за твоего мужчину. Так, я же в хорошем смысле. Он принц. Так, ладно, девочки, давайте так, Таня, давай, что у нас за персонаж, скажешь, в твоем случае? Мне импонирует чудовище именно с внутренней стороны, потому что он действительно классный человек. Ну, понятно, все. Одна и та же сказка. Женя, что у тебя? У меня, наверное, Винни-Пух, чтобы мы с ним были всегда как пятачок Винни-Пух. Весело в время приключений. Красавица. Ты всегда такой просто. Женек, тебе нравится? И по утру, и он поступает мудро. Вот так и будет. Женя, а Женя будет стоять за спиной и подавать ружье. Молодец. Ты красотка. Ружье всегда с тобой. Женек, тебе нравятся полненькие? Я люблю таких простых, с которыми все время где-то какие-то приключения, особенно ходить в гости по утрам. Замечательно. Простите меня, пожалуйста, за мое сейчас, может быть, не самое правильное высказывание, но так как я к ним отношусь, наверное, имею право. Женя, тебе нужен еврей? Наверное. А ты считаешь, Минипуха, евреям? Ну, раз он... Конечно, а у вас что, больше ничего не осталось? Тогда я уйду. Конечно. Да, тогда я пошел в другой дом. Ну, всем нашим привет, да. Какая прелесть. Хорошо. А нас тут много, и мы в тельняшках, да? Да, да, да. Юля, как мудрая сова. Скажи, пожалуйста. Мне главное нравится. Все любят сказку Виннипух. В прошлой передаче Юля сравнивала Лелю с осликом и А. Вот. В этот раз Жене нужен Виннипух. Юля у нас мудрая сова. Я не представляю, до чего мы договоримся. Интересно, кто я в этой сказке? Да, такое я. Как самая еврейка, ты будешь пятачком. Женя, мы с тобой будем как Виннипух с пятачком. Я буду за твоей спиной стоять и подавать патрону. А это да, это я всегда за. Юля, сказочный персонаж, фильм, фильм, сказочный персонаж, что, кто, как. Значит, я, несмотря на принадлежность, ну, в той же нации, да, я все-таки за русские сказки, ибо на них воспитана. Значит, так, прежде чем подбирать под себя персонаж мужской, надо понять, какой ты персонаж. Так вот, я уже давно баба-яга. Вот, ну, в лучшем понимании этого, надо сказать, образа. То есть тебе нужен качи бессмертный? Есть и ты. Вы смеетесь, он у меня есть. Я до сих пор не могу понять, где-то иголочка. Где-то иголочка. Он бессмертный, абсолютно. А ты хорошо искала? Я и не искала, я уже плюнула. Где-то кнопка. Я вообще ничего не понимаю. Он старше меня на порядок. Ну, да, у нас большая разница в возрасте, но из нас двоих старуха это не человек. Тогда вопрос, тогда вопрос, почему не шапокляк? Если ты называешь себя, ну, ты называешь себя старухой. А, нет, ну, так баба-яга тоже не девушка. Понимаешь, Лёль, баба-яга, я бы сказала, что скорее баба-яга это проявление, как бы показательство того, что нету абсолютного добра и абсолютного зла. То есть, оно что-то, вот да, оно что-то и туда, и туда, и в ту, и в другую сторону. А шапокляк, это всё-таки, это фу-фу-фу, это хорошими делами прославиться нельзя. Я вот так понимаю, что Юля всё-таки не в эту степь. Я правильно поняла, Юль? Правильно, умница. Поэтому у меня Кощея Бессмертный. Вот и всё. Замечательно. А вот сейчас, девочки, услышите меня только правильно. Тема была «Идеальный мужчина». Кого вы назвали? Две сильные женщины назвали чудовище. Одна назвала Винни-Пуха, и одна назвала Кощея Бессмертного. Ответный вопрос. Александра, какой у тебя... Я слушаю вас внимательно. Какой у тебя персонаж подошёл бы к твоему... Нет, ну это к её идеалу мужчины. Девочки, я вам сейчас скажу. Железный дровосек. Подожди, у него не было сердца у железного дровосек. Он пошёл в город изумрудный. Он пошёл в город изумрудный за сердцем. Зато он был умеющий, знающий и такой вот мастер-самоделкин. То есть смазал и не скрипит, да? Ну, предусмотрительно так. А то, чего ему не хватало, затем он и пошёл. Ой. Так, девочки, у нас потихоньку подходит наша передача к концу, к сожалению, наше время. Как обычно, с вами очень сильно весело. Нет, сегодня было особенно весело. Вот. Я хотела спросить, Юль, в прошлом подкасте ты вдруг резко прочитала стихотворение своего собственного как это... Сочинения. Сочинения. Скажи, пожалуйста, не подготовила ли ты нам и в этот раз какой-либо подарок? Па-бам, рояль в кустах. Да ладно, серьёзно? Да, конечно, но на такую тему не написать. Вы что, девочки? Это... Я понимала, что будет весело, только не ожидала, что до такой стихии. То есть ты хочешь сейчас немножечко патетики прибавить? Ну... Ода идеальному мужчине или как? Ну, практически. Часть первая, часть вторая. Давай, вперёд, пока есть время. Ты мечта, будто дальний мираж, долгожданный оазис в пустыне. Где тебя мне искать, о, мой краж? Где ты бродишь, мой рыцарь отныне? Может быть, ты тот самый мороз, в Новый год мне даривший подарки? Почему же крадучий, извините, крадучий их нёс? Я объявился торжественно, ярко, как тот принц на белом коне с нарисованным в книжке обличьем. И хоть бабушка я уже, всё ж живут во мне грёзы девичьи. Всё же теплится где-то внутри та любовь неземная с героем. Эй, старушка, назад посмотри, рядом дедушка твой с геморроем. С ним он вряд ли полезет в седло, даже если лошадка белая. Ты ведь любишь его давно? И плевать, сколько в жизни сделал он. Постепенно спущусь с облаков. Надо супчик деду сварить. Мы рожаем, растим. Рог таков, кого лепим, того и любить. Браво. 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 Хорошо. Хорошо. Спасибо. Это... Ну, второе. Это было действительно вот даже сильнее, чем Фауст Гёте. Как обычно, последние пару слов хотелось бы услышать от всех сильных женщин на тему идеального мужчины. Что бы мы могли пожелать нашим слушателям и самим себе? Лёля? Я, наверное, пожелаю всем нашим слушателям, чтобы их идеал, который нарисован у них в мечтах голове и сердце, совпадал с тем, кто рядом с вами. Пусть ваш идеал будет не просто сказочным персонажем, а будет рядом с вами. Прекрасно. Таня? А я хотела бы сказать всем мужчинам, что делайте женщин счастливым, счастливыми, а женщинам, если она чувствует себя счастливой с этим мужчиной, то всё остальное смазал и не скрипит. замечательное пожелание. Прекрасно. Женя? Хотелось бы сказать всем нашим мужчинам и не только, и девушкам, чтобы каждый нашёл в этой жизни своего идеала, чтобы все друг друга любили. Это самое главное любовь и понимание. Остальное всё будет. Спасибо огромное. Юля? Я хотела сказать, девочки, если вы начнёте с себя и поймёте, насколько неидеальны вы сами, вам легче будет прощать вашему мужчине или легче строить не таких идеальных принцев у себя в голове, вот, и потом легче будет найти гораздо более земного персонажа и смириться с его недостатками. Вот. А потом легче будет жить, притираться вместе и проживать долгую и счастливую жизнь. Психологически верно, но грустноватенько. Нужно над этим работать. Ну, это так. Саша, что ты пожелаешь нашим слушателям от себя? Я от себя пожелаю в принципе тоже, что пожелали вы все. Вот. Я, как обычно, я подмазываюсь. Вот. Самое главное, чтобы у вас действительно рядом с вами был тот самый идеал, какой вы себе видите, какой вы себе рисуете, чтобы действительно этот мужчина всегда делал вас счастливыми. Чем больше будет счастливых людей на этом планете, то есть, опять-таки, если счастлива женщина, то счастливый мужчина рядом с ней. Чем больше счастливых людей на планете, чем чище, радостнее и красивее мир. Живите и радуйтесь жизни. Девочки, я благодарю вас за наше сегодняшнее общение, оно было замечательное. Я благодарю за то, что вы нашли время. Обычно в конце программы я анонсирую тему нашего следующего подкаста. сегодня я этого делать не буду, несмотря на то, что следующая запись у нас состоится ровно через неделю. Пусть это будет сюрпризом и для вас, мои сильные женщины, и для наших слушателей. Я придумала очень интересную тему для подкаста, но я вам ее не скажу. Поэтому желаю вам всем хорошего вечера, желаю всем нашим слушателям счастья, добра, любви, идеала. И благодарю вас за участие. Всем пока, хорошего вечера. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока, мужчины, не обижайтесь на нас. Да, мы вас любим. Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Дюссельдорф Дюссельдорф по-русски. Дюссельдорф